Если вы нашли дефект или ошибку в архитектуре на уровне еще технического задания, то, поверьте, это стоит вам на порядок дешевле, если вы нашли уже в продуктиве какой-то баг, и это архитектурный дефект. У нас, кстати, в Саратове была такая штука интересная. Еще у нас в Саратове была такая смешная вещь, мы там на русскую не тестировали, но команда работала в количестве 12 человек. И вот когда на портал госуслуг зашел 11 человек, портал упал. Смешно, нет? Ну, вообще, население Саратовской области 4 миллиона, слышно? Ну, то есть, по идее, там на портал госуслуг должны сходить, конечно, все. Радует то, что после того, как мы это выявили, там Ростелеком принял их сведения, подрядчик клонит, тоже, чтобы он все это взял в работу, и там, самое главное, заказчик стал в курсе, что вот такая штука с порталом вообще есть. Как мы работаем? Все так работают. Я уверен, у вас сейчас есть такой вопрос. Где взять денег на тестирование вообще? Есть такой вопрос в голове у кого-то? То есть, нам на разработку не хватает, многие нам скажут, да? А на тестирование так вообще? Вот, смотри, Саратов как бы взял, да? И денег, если честно, надо бы немного. Вот даже хватит 100 тысяч рублей. А 100 тысяч рублей, как вы знаете, это до-тендерная сумма. И я вам скажу больше. Вот, если найдется три руководителя региональных ведомств или министерств информатизации, то сегодня в рамках вот этого мероприятия, учрежденного форума, мы готовы троим регионам сделать бесплатные пилотные проекты. Вот, для этого просто... Хорошо. Я запомнил, подойдите просто ко мне после выступления. Спасибо. Ну, другими словами, тестируйте сами, привлекайте кого-то еще, привлекайте нас, но не обязательно нас. Самое главное, смотрите на свой продукт со стороны. Это бывает очень полезно. А сейчас, как бы, три вопроса, и, как обещалось, у меня три книжки. Вот, вы были первые. Микрофончик можно дать, есть? Крисовый, нет? Можете передать микрофон, если есть? Спасибо большое. Друзья, коллеги, вот вы когда спрашивали, кто тестирует программные продукты, перед сдачей, вы перечислили следующие. Программисты, заказчики, сторонние тестировщики и пользователи, да? Это обычный вариант ответа, который мы получаем. А разве держать в стадии компания-разработчика, отдел тестировщиков, поэтому это уже другим планом стало, почему-то. Я так думаю, можно держать тестировщиков, своих же, которые будут тестировать. А вы разработчик? Да, я разработчик. Чудесно. Ну, это супер, это идеально. Но вот часто бывает так, что разработчики пишут код, но его не тестируют. Это правда. Кто согласится со мной? Я не понимаю, это же такое, правда. Вот, посмотрите, бывает. Не фантастика. Если у вас есть свои тестировщики, и они читают вот эту книжку, вообще супер. Ну, если вы мне подарите, я... Подарите. Подарите, можно есть? Да, подай, подай, подай. Пожалуйста. Можно дальше микрофон? Кто еще вопрос был? Вот. А вот там вот кто-то поднимал из... Велозный проект еще хотел. Можно сначала туда? А, в чем сейчас я добавил? Ну, вам так. Ну, конечно. Я раз микрофон взял, я... Значит, смотрите, коллеги, хотелось бы не вопрос задать Павлу, а прокомментировать. То есть, в докладе несколько раз раз звучала Саратовская область, я как раз являюсь на этом мероприятии ее представителем. Вот. Чтобы не было какого-то неправильного понимания. Значит, во-первых, мы не сотрудничали с компанией Юнидеск. Вот. Мы сотрудничали с другой компанией, где Павел ранее работал. То есть, это должно, да, у вас отложиться в голове. Во-вторых, значит, ну, тоже не совсем все так здорово было просто и понятно. Те, кто работал с Ростелеком, тоже должны это понимать. То есть, ошибки были выявлены, часть из них была исправлена. Но были выявлены также ошибки, являющиеся, скажем так, зоной ответственности уже Минсвязи, о которых мы официально доводили в министерство. Вот. И не все эти ошибки на настоящее время неисправлены. Потому что они относятся уже непосредственно к функционалу самого портала Единого Израиля. Вот. И, ну, также хотелось бы заметить, что, ну, хоть я и говорю сейчас не про Юнидеск, да, но вот к той предыдущей компании, с которой мы сотрудничали, к их работе у нас также были вопросы. То есть, тестирование проводилось, да, также помимо тестирования проводилась типизация услуг муниципального уровня. Вот. То есть, все-таки определенные нюансы, они в работе были, вот, но как и в любой работе. И если кому-то потребуются комментарии, ну, можете ко мне подойти, я буду их развернуть и предоставить. Спасибо. А, Слёш Юрьевич, спасибо вам огромное. Вот, очень хорошо, что вы здесь присутствуете. Можно самый главный вопрос? В целом-то польза есть от независимого тестирования? Да, безусловно. Польза есть. То есть, все, что сейчас здесь прозвучало, вот, касаемо именно тестирования портала Госуслуг и того проекта, который у нас прошел, я совершенно согласен, да, с Павлом, то, что польза с нас книжка, польза, безусловно, есть и проекты такие реализовывают нужны. Спасибо за комментарии. Павел, побежали. А третьего же выбрал, вот, человек вот там, собственно, с микрофоном уже, по-моему, да, там, или... Да, спасибо. Пожалуйста. Добрый день, Павел, спасибо за выступление. Сразу книжку можно отдавать, чтобы время... Спасибо за книжку. Значит, у меня вопрос связан как раз с вашим предложением о тестировании портала Региона. А какое-то дополнительное взаимодействие, да, вот, для чего вам это нужно? Реклама, еще что-то, вот, какие-то обязательства еще регион будет нести перед компанией, которая будет осуществлять эту работу, и в полном ли размере, вот, я видел у вас, вы тестировали за 4 миллиона рублей, да, это предполагает достаточно большой объем работ, достаточно большое выделение, там, людских ресурсов, то есть, вот это тестирование будет происходить в полном объеме, ну, как вот, на примере той же Саратовской области, да? Спасибо огромное, очень правильный вопрос, я сразу всем отвечу. Значит, мы, на самом деле, пилотные проекты выполняем не из причуды, из какой-то, да, и у них есть определенные рамки. Конечно, это не будет проект, ровноценный, 4 миллионам рублей, и команде из 15 человек, тестировщика, да, которая там работала, и срок у него будет не полтора месяца. Скорее всего, будет это либо какая-то одна госуслуга, да, протестированная полностью, но зато all и до, то есть, от момента заказа ее на портале и до получения ответа от ведомства, да, вот, ну, например, либо что-то аналогичное трудозатратам до двух недель человека ресурсов из количества двух-трех тестировщиков, и по деньгам этот эквивалент 150-200 тысяч рублей, вот примерно так. Вот, вот такие рамки, такие границы. Спасибо большое. Спасибо, Павел, присаживайтесь, пожалуйста. Я хотел пригласить Ванина Михаила Владимировича, начальника отдела компания «Эрестайл», докладу «Опыт реализации РЕСИЯ на региональном уровне». Буду благодарен за 15 минут. Спасибо.